...какое состояние ситуации и какие возможности различить технологию визыщениях. У моего проекта есть название для дистриберки рефайлового компьютерного компьютера. Что из названия, я думаю, понятно, что есть учебная глобальная задача. Это верифицирование компьютерного компьютера. Поговорим о проблемах. Их много. Всем известно, в принципе, есть много работ и есть названная интерьерочка. Что это значит? Есть три фундаментальных вещи, которые нельзя во всех сразу достигнуть максимального результата. Это масштабируемость, это безопасность и децентрализация. Все три этих компоненты физически нельзя достигнуть. Это как одеяло. Будешь натягивать на голову, ноги будут не проиграть в чем-то. Что мы имеем? У нас есть сети, есть интерконекты между ними, есть определенные проблемы даже с сетями. Их пропускная способность сейчас тоже не является максимальным. Какие могут быть солюшены? Многие приводят свой проект и говорят, я сейчас сделаю суперновый граф там и все, и он совершит. Но это невозможно. Солюшенок это research, development, новые подходы, ну фана и другие. Сейчас будет много фана переходным с биологией. На планете Земля живет уже миллиарды лет бактерии. Они решают те же задачи. Причем их масштаб поражает. На одном квадратном миллиметре могут быть порядка десять девятых. Им нужно быстро обмениваться информацией, чтобы решать задачи выживания. То есть они решают те же проблемы консенсуса, те же проблемы BFT, возможно выбора лидера, но я не очень уверен, что там используется выбор лидера. Что такое BFT? Bizantin full tolerance. Ну я подробнее скажу позже. Потому что консенсус, который... И причем этих бактерий очень много. Это было небольшое отвлечение, just for fun. Теперь перейдем к самому. Нам интересно стало. Ты потом расскажешь, как бактерии приходят в консенсус. Мы о них научимся. Да, да. То есть по поводу бактерий... Вернусь. Спасибо. У бактерий есть понятие full tolerance sensing. Они постоянно обмениваются сигналами и понимают вообще со своими... То, что и что происходит вокруг. У них очень эффективный обмен информацией. То есть у них на молекулярном уровне в виде генов. У них есть передача генов. Это не только наследникам, но и горизонтальная передача. Где информация о врагах, о достижении консенсусов и прочее. У них нет ASPIS. То есть ASPIS это информация распроводилась. У них прямая среда взаимодействия. Возможно, у них какие-то электромагнитные или квантовые коммуникации. Вот в чем еще, по крайней мере. Перейдем к обзору. В принципе, люди, которые создают систему, они должны решить по большому две вещи. Первое, как представлять данные для того, чтобы их можно было идентифицировать. И как достигать консенсус. Ну и есть много еще деталей, которые истекают из этого. Но, в принципе, две речи фундаментальные. В прошлом году была придумана такая речь, как использование дарека циклографа, но совсем по-другому. То есть в нем вершины представляют данные. Ну, например, эти данные могут быть таблицей баланса. То есть сколько у кого коин. Про деньги все понимают. Есть транзакции. У транзакции есть входной вектор и выходной данный. Ну, например, там Алиса перевела Богу. Изначально был генетис какой-то, у них что-то было уже. И произошел перевод, и данные изменились. Если данные могут убраться параллельно, они абсолютно параллельно обрабатываются, естественно, это дает скорость. Есть методы упорядочивания и решения проблем как на уровне консенсуса, я еще подробнее расскажу. И, в принципе, вся схема эволюционирует вот таким способом. Это максимально активный параллелизм, который может быть. При этом все данные связаны, предыдущее состояние связано через код. Здесь еще очень важная речь, что код тоже присутствует в системе и не деплоится. Про код я чуть позже. Про технологический стек тоже подробнее. Теперь вторая. Как представлены данные в виде далекосылок графа, только в каждой вершине любая структура. То есть гранулярность она поделяется на прикладном уровне. Это может быть простой баланс, а может быть какая угодно сложности тот же граф или что угодно. То есть как в любой программе структуру данных можете развесить и написать. Это зависит от приложения. Теперь про такую интересную штуку. Как достигать консенсуса на больших масштабах. Про бактерии я уже говорил. В принципе наиболее устойчивой после исследования разных подходов за эти несколько лет считается BFT-алгоритм. Что такое BFT-алгоритм? Это когда узлы могут не просто быть в недоступности или ничего не делать, но они еще могут атаковать систему. То есть рассылать ложную информацию. BFT-алгоритм требует большой пропускной способности сети, потому что каждый узел обменивается с каждым для того, чтобы у них не просто была картина, а что Алиса получила от Боба. Но и Алиса говорит Бобу, что она получила от Тома и так далее. То есть большое количество данных, но зато такой подход он позволяет быть устойчивым от внутренних врагов, которые могут атаковать систему и подделывать данные, изменяя значения. Например, ордеринг, то есть таймстэмп транзакции, это тоже данная самой транзакции. Он также таким же образом обменивается и в результате. Все должны участники BFT-кворума видеть ту же картину. Естественно, там возникают моменты, когда существуют атаки, и это учитывается. Есть работы по этой теме, там известная проблема BFT. Если две трети участников сети участвуют и они лояльны, то система устойчива. Если одна треть может их атаковать, в принципе система будет устойчива работать. Но что же делать, когда BFT-алгоритмы не масштабируются легко. То есть они очень сильно зависят от пропускной способности сети. Про процессорную мощность, будем считать, что она быстрая. Именно пропускной способной сети, потому что очень много данных обменят. Делается так. Обычно эта сеть тестируется. И вот эти параметры, сколько участников. Единственное решение – это разбиение фактически и реконфигурации. Разбиение внутри группы, чтобы можно было BFT приходить быстро за приемлемое время. Далее уже сами группы договариваются иерархическим способом. И так можно, в принципе, прийти к консервусу в довольно большом количестве участников. Каждая группа формируется на раунд новая. Это нужно, чтобы группы не были статическими. То есть все участники не знают, в какой группе они будут. Вот еще вот это. Все постоянно реконфигурируется. И не… Ну вот как выбор лидера в биткоине. Он постоянно меняется, чтобы нельзя было предсказать и атаковать. То же самое здесь. Так как мы делаем Practitioning, мы снижаем децентрализацию. И у нас получается более там… Тем самым понижаем децентрализацию и security в этом все потеряется. Так, вот я привел таблицу, где есть такой анализ по вот этим всем параметрам трех технологий. Это субъективная вещь. Поэтому относимся как к точке зрения. Попритекуем и так далее. То есть у нас есть… EWC – это блокчейн. Дакер – это классический дак, который был примен с добкоин и так далее. Где транзакции друг друга подтверждают. И EWC – это тот протокол, в котором я работаю, он отличается тем правилам, о котором я рассказывал. У нас есть три вещи. Security, accessibility, децентрализация. Ну, посмотрим на блокчейны, что они делают. С точки зрения security. Ну, я оценил как medium уровень. Максимально, я думаю, что… Ну, у меня нет… Ни один из них максимально не может быть. Потому что максимально это у нас совсем другого уровня должны быть. И среда передачи данных, и количество участников и так далее. То есть все системы, которые есть сейчас, они, в принципе, уязвимы. Вопрос денег, а не времени, административного ресурса в целом. Чтобы, собственно, про accessibility, понятно, что блокчейны у них плохо с транзакциями. Есть некие решения типа дипоса. Ну, мы там теряем децентрализацию. Ну, в целом, вывод такой. Нужен шарнинг и плохо скалируется. И лайтнинг. Окей, добавлю. Есть, да, тангл, кэшграф, многие вещи. В принципе, они… В них тоже могут использоваться, как вот говорил из кэшграфа, у них PYC используется. Может использоваться и BFT, могут быть другие вариации, в принципе. Или GOSIP протоколы, как вот. Хотя кэшграф изначально на GOSIP был основан, потому что гибрид у них получился. В целом, выходит централизация. Мы сегодня услышали там 12, там 38. Ну, это ни о чем в рамках бактерий. Мы всем помним, это 10,9. К этому человек должен прийти. То есть 10,9 атаковать будет как-то сложно. Все мы будем в одной связке, и никто нас не атакует. Супер. Ну, мне видится, что есть возможность создавать протокол. Протокол, он более низкоуровневый. Это, скажем, пока набор таких концепций взаимосвязанных. То есть это не какое-то готовое решение. Это пока некий фреймворк R&D, на основе которого можно использовать dark, но тем же способом, о котором я рассказывал. Использовать теоретически рандомный, я называю это FX-BFT. Не все тут хорошо. Здесь требуется такая штука, как хейровый бутин. Идеально, когда все участники, они в сети. То есть они подтверждают и участвуют. Если сеть плохо... То есть вообще супер-требования, это должно быть вообще другого уровня сети передачи данных. Чтобы BFT-протоколы работали и на больших числах. Скаллабилити высокая. Децентрализация тоже высокая и может быть низкая. И это зависит, в принципе, от... Вот про Lightning был отличный коммент. Lightning прям органически могут быть интегрированы прямо в работу этого протокола. Looks good, но большая комплексия именно реализации BFT-протоколов. То есть рандомный BFT-протокол и эротический. Это сложно. Пока еще в мире никто этого не сделал. Обычно делают либо шаргинг, либо просто BFT. Но вот такого эротического нет. Я общаюсь с несколькими командами. Они делают это. Как бы это... Ну... Это не в смысле я там уникальные BFT придумал или я там эротически. Там есть свои подходы, свои особенности. И теперь про самая любимая технология. Я занимался железом, проектировал все на кристалле, много CPG. Работал немножко с рисиками. Ну и программировал GPU. Все используют обычные CPU. Это очень слабый ресурс. Кто мешает нам использовать намного более высокоэффективные технологии. По крайней мере GPU есть почти в каждом современном процессе. И мне очень странно, что для смарт-контрактов выбраны какие-то ритуальные машины. И всем известный нам эфириум это не WorldShard Confuser, это WorldShard Calculator. Который может там балансы только складывать. Он не может посчитать там какое-нибудь обработать изображение. Какую-то машину легкую сделать и так далее. Вот. Если мы будем использовать, так сказать, уже давно используемые, годами, обработанные технологии. Например, OpenSeal или GPU. Вообще я всегда вспомнил OpenSeal, она хардверная и более там она изолированная. То есть там контракт можно запускать, условно говоря, напрямую с небольшими заработками. Вот. Поэтому то, что я сейчас вижу, это возможность не просто делать Arrifiable Computing, а Arrifiable Computing. Это дает нам вообще возможность работы с алгоритмами AI, MIT, Big Data и так далее. Причем концепция тоже, то что на всех компьютерах должно все одинаково выполниться, он тоже не всегда корректно. Это, например, для финансовых транзакций может быть жестким требованием. Для нейросети, там, для ML-алгоритмов может быть работать подход, что небольшая только группа участников полностью просчитала. Остальным достаточно подтвердить результат. То есть им не надо полностью там, ну, самое известное, это майнинг, да. Все долго трудятся, да, Proofi-Fort, а легко проверить. То есть таких паттернов они тоже существуют. Вот. И получается, что мы можем говорить автономно. Здравствуйте. Диапса. Ну, я не называю это контрактами. Контракт уже сразу ассоциируется с эфиром, там, с олидикой и прочим. Здесь несколько ширин. То есть диапсы, у которых будет большой перформанс. То есть там на GPU или там на специальном ASIC или на GPU будет сделано. Ну, хотя бы на GPU. Можно будет в качестве такой автономной программы, как вот Tracless, проанализировать изображение, распознать речь. И она будет как некий там Next Generation контракт работать. Не просто там баланс перекидывать, но исполняться на большом количестве вов. Причем не всегда все надо рассчитывать от нуля до конца. Есть целое направление исследований, как верифицировать компьютинг. Можно там частично верифицировать. Не частично. Это зависит от приложений конкретных алгоритмов. Здесь немножко истории. То есть идея возникла в прошлом году. Я ее публиковал на EtherSearch в эфириум. Это EtherSearch ресурс. Это Etherium Foundation. Ну, там тоже было несколько слайдов и основная идея. Ну, там серьезного фидбэка я не получил. Люди сказали, ну давай, развивай, окей, все хорошо. Но дополнительный стимул двигать этот проект появился, когда я увидел, что появились несколько подобных проектов. Этот проект из Журова как раз, буквально пару дней назад прислали там подобные вещи. Там это называется Дак Латис. Ну, Латис это то, что я расскажу. Что есть связанные данные, которые исторически полностью цепочка компьютинга. Она в нем хранится. Ну, в целом у меня вывод, что через несколько лет, или может десятков лет, может быть то, что весь компьютинг будет связан. То есть не будет такого компьютинга, где там учитель на устройство что-то просчитал, и никто это не подтвердил. То есть зачем это нужно? Прежде всего это не только для того, чтобы там криптовалюты обслуживать, а вообще, а серьезно повысить надежность системы. Казоустойчивость. То есть доверять, например, там в автомобиле и там еще прочее. Ну, каждый как-то решает вот эти все задачи сам, и там где-то надо. На обычном PC мы там считаем, у нас там с надежностью. Вроде все хорошо, но доверяем, что так оно и есть. Что сбоев не будет. Ну все, в принципе, всем спасибо. Здесь кратка, есть пропозалы, есть коммерческий пропозал. То есть если кому-то интересно, есть и другие, именно работать в больших масштабах. То есть не работать там с десятками, сотнями, но работать с именно, ну не биологического масштаба, но хотя бы к нему стремиться. Вот. Этот ресерчинг сфокусирован на создании симулятора. Он тоже на графплате будет работать. Сейчас он работает просто там, например, на PC. Но этот симулятор позволит отрабатывать разные алгоритмы. То есть каждый сможет себя почувствовать с Сатоши Накановым, если это стремиться. Если кто-то имеет HackerMind skill, welcome. Можем поговорить. Есть, а не полчаса назад. Так. Попробуем. Сейчас мы их направим на тебя. Супер. Супер нет. Ну вот тогда надо по идее вот опробировать, то есть написать, опробировать и по поводу этих DApps. Скажи, как ты видишь создание DApps? Это как внешнее получается или сам код записывать в некую распределенную? Ну вот. Код распространяется, как и данные. Он, ну, я работал там, скажем, в GPU, там есть такая штука, как JIP. Мы берем для GPU код более простой, чем для обычной компьютерной. Есть стандартный OpenCL, да, там еще и все. Он просто в виде текста распространяется по узлам, хэш проверяется, ну, я не буду там вообще договорить. А язык? OpenCL, например. Ну, язык... Ну, он компилируется, да, получается? Он JIT, он just in time, то есть ты берешь... JIT, понятно. И он его превращает в ассемблер и загружает в GPU и исполняет. Но кроме этого нужно еще рантайм. То есть рантайм — это, прежде всего, доступ. Это база в библиотеке. Доступ к данным. Ну, в GPU обычно там просто есть векторы. А нам нужен, например, хэши. Нам нужны индексы. Ну, как в любом языке в программе есть глобально две штуки. Это map, хэшмат, хэштаблица. И ордер, там, бинарное дерево или не бинарное. Вот эти инструменты, они важны, они нужны. В принципе, на GPU уже делают базы данных. То есть, как бы это все уже есть. Надо адаптировать. И полноценно приложение работает. Более того, в более новых версиях железа и стандартов есть возможность иметь универсальный, унифицированный доступ памяти хост-компьютера. То есть, из вот этого устройства GPU или там специального ИСИКа. А память она общая. То есть, ограничения на плате, да, могут быть сейчас у GPU там 16 гигабайта, но это немного. Если мы будем обращаться к виртуальной памяти общей, это будет уже тарабайт. Ну, смотри. Здесь, когда про ресурсы, ограничение ресурсов, сразу плата за эти ресурсы. Вот EOS, да, он решает это тем, что надо некий стэк у себя хранить, чтобы иметь большую вероятность получить доступ к ресурсам. Ну, там, оперативной памяти, вычислительным ресурсам. Здесь, ты продумал этот момент экономики? Да, сейчас скажу. Здесь по дефолту экономики нет, как в IP Reface, например. Здесь экономика, она реализуется на уровне дабсов. То есть, дабс с балансами сделать, ну, как бы проблем нет. То есть, придумать свою, это система мультиэкономик. То есть, она может работать прям, можно там условно ЕСИ-20 аналог сделать, проблем нет. Можно сделать некую... Почему? Лично у меня есть мнение, что экономика, она все-таки должна, не должна быть привязана к алгоритму. Потому что, если там заблоки награждать или еще что-то, в принципе, здесь тоже это можно, но, мне кажется, экономика, она более существенную часть, она должна приходить с физического мира. Вот. И, ну, тут, как бы, спорный вопрос есть. Ну, то есть, фреймворк... Жить без денег, я тогда не знаю. Нет, нет, тут фреймворк, на базе которого можно уже создавать там разные экономики, да? Да, ну, считаю, что даб – это контракт. Только с большим возможностью по перформансу, по работе. Ну, контракты можно загрузить, и участники, они просто... у каждого контракта, ну, у каждого DAF есть свой граф. И граф может быть параллельно. Важные базовые вещи – это то, как организовать данные, верифицировать их и достигать консенсуса. Вот это все и тут делается. Потом на базе вот этих базовых технологий можно выпустить кастомизированные под разные ниши там вещи. Мне кажется, унифицированный блокчейн сейчас, ну, это как решить головоломку не решаем. У нас же нет универсального вида транспорта там. Есть под разные задачи свои. Здесь то же самое уже сложилось, что вот эта трилема, там, да, треугольник вот этих трех проблем, он... Нельзя его одновременно решить. Кто-то берет и топит за децентрализацию. Кто-то за перформанс, там, и получает централизованную. Ну, и так далее. То есть что-то одно натянешь, другое потеряешь. А здесь у меня была идея в том, чтобы сделать фреймворк и уже на уровне дапа вот это одеяло перетягивать куда нужно. Да, да, да. Я хочу вернуться к речи, который сейчас Сергей Андреевич Суданшов, который мы уже собираем. Задет вопрос, который я не сообразил задать в себе в библиотечном вопросе. А можете одной фразой сказать? Первая, какая функция инструмента, которую вы предлагаете? Вторая, какая она могла бы быть в будущем, приемом развития и развития? Зачем тебе это применение? Ну, это фреймворк сейчас. Только не на айтишном языке, да? Вам нужно сейчас сказать за айтишником. Ответ должен быть действительно не айтишный, а более философский. Цифровые технологии нам позволяют по-другому построить наше общество. Вперед. Интернет открыл возможность коммуницировать с другими людьми, социальные сети. Финансовые технологии, они позволят, условно, футуристически, быстрее создавать бизнесы, быстрее проводить транзакции, быстрее выполнять любые вещи, на которые нужен комфорт. То есть, в принципе, это такой, сдвиг парадигмы, это, ну как, акселерация развития. То есть, если раньше не было там, вот там, телеграф проявился, он там дал скачок развития, и люди стали не голубями там общаться. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Но в общем-то, в смысле, то же самое, но тут быстрее. А тут количество в качестве переходит. Потому что... Ну, я вот из того, что я понимаю, когда мы говорим про распределенные вычисления, возможность продавать свои ресурсы, ну это про экономику вычислительные, там видеокарта понаставила, как бы, то мы в итоге приходим к тому, что не надо дата-центры строить, а можно это делать распределенно. То есть, ну, с простой позиции есть компьютинг, ну то есть, вычисления услуги хостинга, услуги дата-центров, да, их мы распределенно делаем. Это надежнее, это дешевле, по идее, получится, что может перерасти в качество. То есть, изменение парадигмы о том, что мы подчиняемся определенным там, как бы, структурам, которые владеют, это держит там контроль над собой, на децентрализованные структуры. Когда это все в децентрализованную превращается еще, плюс экономика децентрализованная, то в этом случае меняется структура общества. Вот я так понимаю. А как это? Ну, за счет того, что нет владельца центрального, который может запретить. И мы не обращаемся, царь, разреши нам, а говорим о том, что, типа, нам не нужен царь, а мы будем сами решать между собой на основе протоколов. То есть мы трансформировали общество в сеть фрилансов? Ну, примерно так, как в сеть предпринимателей множество, ну, я так понимаю. Которые позволяют инструментарий. Какие мы бонусы получаем от того, что мы, допустим, и так трансформировали общество? Ну, в этом, по идее, уменьшение издержек. Вот и про Сергей Чернышов все и говорит, про трансакционные издержки. Конкретно у каждого человека будет больше возможностей. Сейчас у человека возможности зависит от того, в какой части пирамидки находится. Если эта пирамидка хотя бы, там, вот так изменится, то возможностей станет больше. Эти возможности основаны на коммуникации. А если здесь есть финансы, то финансовая коммуникация это совсем не бывает. Вопрос пирамидки чего? Не все же системы одноуровневые, они все на работе. Пирамидок много разных. Управление. Пирамидки же из-за ста появились. Да, они из-за технологий появились. Дело в том, что у нас трансакционные издержки, коммуникации между участниками очень большие, когда много участников. Поэтому нам нужен арбитр, кто-то сверху, который будет руководить. Когда мы технологии применяем другие, трансакционные издержки уменьшаются у нас. И у нас уже не 10 человек мы можем договориться между собой, а миллион человек между собой договориться без центрального владельца. Ты уверен, что уверяет на бактерии? Что-то, что ты сейчас говоришь, оно так работает. Ну, из того, что я знаю, да. Все, что я знаю, не всегда. Это сугубо контекстуально. Это зависит от задачи. Не всегда, да. Я по диалогу перейду в сторону вопросов. Я чувствую, что там есть много вопросов. Нет? Нет. Ну, давай. Ярослав, я в своей жизни просто поражил этот момент, когда вот о децентрализованном компьютере, да, он использовал спрос. Вы договаривались, и я брал время своего компьютера, требования выключал, и все. Готов появились почему-то, при виде таташек. И они окажутся и пиксируют. И они окажутся и пиксируют. А теперь мы говорим о дата-центрах опять. То есть бесконечный процесс развития. Да. Поэтому станет ли общество лучше? Ну, было это. Оно было лучше? Не знаю, наверное, или нет. При этом в дата-центрах она не учит. Технология – это технология. А общество – это социум. И у него другие взаимоотношения. Другие взаимоотношения? Нет, другой вопрос. Да. Да. Внимание про бактерии. Как ты уже рассказывал? Да, да, да. Вот это он и рассказал. Хорошая техника. У нас существует 8 сетевых парадигм. Это уже отработанная вещь. Да, просто специалист. У нас в России находится. Он у Юнастского управляет в этом направлении. И вот 8 сетевых парадигм. И обмен полинфольными. Там совершенно другое, так сказать, все, что мы знаем. Чуть-чуть похож на эти 30-50. Как это там происходило? Просто мы еще не достигли. Да, сейчас идти и следует. И там специализировано, там, украинская стая. Тоже мы с собой общаемся? Ну, то есть… Там макро. Количество… Можно я вот еще добавлю. Есть вообще Курдюмов с шоперонами. Он тоже биологически берет примеры и сетевое взаимодействие между различными этими. Он грибницу. Ну, шоперонная система грибницы. А бактерии тоже там рассматривались. Тоже у них есть коммуникации. И это как хорошие примеры работающих систем. Как их можно тоже переложить. Так вот, здесь вопрос еще там про Чернышева. Он рассказывал про вопросы собственности в одной из лекций. О том, что это важный вопрос. И когда у нас дата-центр централизованы, то есть владелец. И, соответственно, мы используем. Да, это эффективно. Это недорого. Но вот тут всегда вопрос надежности. То есть, в нужный момент могут отключить рубильник. Поэтому очень важные системы. Необходимо делать либо свои собственные, либо децентрализованные. Нельзя их отдавать на откуп куда-то на аутсорс. И в этом случае децентрализован мог быть дешевле. Когда надо надежность получить высокую. А когда мы децентрализованную структуру создаем, которой нет единого собственника, то получаем социализм, по сути. А когда выгодоприобретателем является множество людей на средства производства. В данном случае, компьютинг. Средства производства вычислений. Ну, вот мое такое мнение. Я как раз заметил, что автор этой теории и термин, Александр Владимирович Олеев. Курдюмов работает с ней. Да, все верно. И идея, просто я в эту группу вхожу. Идея заключается в том, что мы можем совершаться бесконечно, просто при данных ситуациях и при данных. Вот эта система работает лучше. Именно ситуация, извините, другая система. И вот этот триггер переключения систем, вот это будущее. Когда мы подключаем, когда надо у нас иерархия, когда надо у нас сеть определенного типа иерархии, определенного типа. И мы можем этим заниматься. Так все реорганизация. Давайте на этой системе посмотрите. Ротация. Задача и ротация. Нет. Да. Да. Алексей, извините. Спасибо огромное. Это очень интересно. И так вот, называется, исследовательский, так прям захватно-хватно. Вы сказали, что вы все-таки какие-то отзывы получили на свою публикацию. Можете прокомментировать, что там были за отзывы, от кого? Или не было таких отзывов? Нет. Отзывы были, в принципе, на то время, в такой... Извините, это когда было? Год назад. Ну, отзывы были, как вот, более-менее осмысленных людей, или просто были разработчики. Но у них не было vision. То есть просто разработчики, они там, зависали в каком-то локальном алгоритме. Их отзывы были не очень релевантны. А в целом, фидбэк был позитивный. В принципе, я по своим силам продолжал делать. Но самым позитивной вещью, это то, что появилось еще несколько прайков. Основанное. Космосу. А критические звучания были по идее? Ну, всегда были вопросы. Двойной трат и прочее, прочее. Сейчас это как автомат Калашникова. Здесь всего три концепции. Вариантов мало. То есть это не какие-нибудь нейросети, где там десятки подходов. Дип, лен. А здесь все проще. Давайте, пожалуйста. Наценивали баланс улучшения распределенных вычислений и увеличения искажений. То есть рисков входа, веерное отключение. То есть хранение точек отката системы. Это же алгоритмы децентрализованных реестров. Здесь все по дефолту на точках отката. То есть вся информация здесь распределяется по сети, многократно дублируется. То есть насчет вычислений здесь большая избыточность. То есть все вот эти алгоритмы, которые сегодня рассказывали, они все очень избыточны. Степень избыточности где-то зафиксирована. То есть биткоины, например, все должны там хранить. Здесь опять-таки даб-девелопер сам определит уровень избыточности. Либо он захочет сделать условный лайнинг, где там консенсус по-другому совсем. Сейчас, когда у нас два участника, консенсус не нужен. Они сразу договаривались. И один из первых протоколов вообще, фидбэк был про фидбэк. Для крупных компаний, это протокол без посредников. То есть там майнеры сидят, решают чего-то там. А вот как раз для крупных субъектов, как обмениваться, хотя бы балансом или записьным приездом. Когда участников не так уж и много, но при этом прямая связь. То есть нужен BFT и нужна прямая возможность выполнить кастомный лоббит в виде загруженного кода. И в виде использования графа, как структуру данных для хранения. Алексей, давайте пообладим. Сейчас, еще вот секунду. Смотри, есть пожелание о том, чтобы развивалось лучше вообще про экономику, вовлечение разработчиков, чтобы им было не просто интересно комментировать и фидбэк давать, а чтобы включаться в разработку. А выпустить токен этого проекта, ну и соответственно распределить эти бюджеты на разработку. Подумай в эту сторону. Сейчас все уже в другом. Мир уже в другом. Подумай. Если бы пару лет назад было бы круто. Сейчас другие подходы. Без мотивации не работают. Как оно написано? Хакер спонт. Бери его сразу. Сколько? 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 Не ICO подходы? Нет. Алексей, давай тебя отпустим. Спасибо. Спасибо.